Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем второй сеанс. Работа просохла. Работа просыхала две недели. В теплом помещении она просохла весьма. И первое, что мы... Вот видите, с каким инструментом я вышел на работу. Первое, что мы сделаем, это избавимся от колючести. От колючести первой укладки. Часто красочка торчит за усеницами после первой укладки. И если ее вот так ножом подрать, она поверхность становится бархатистой, приятной на ощупь. Но и не только на ощупь. Глазу тоже не очень приятно видеть. Заусеницы краски. Поэтому вот такое обритие. Вы видите, что в некоторых местах легкое растаскивание краски происходит. Но это только в некоторых местах. В самых густых местах еще заусеницы не подсохли. Сюда в банку я налил один слой, одну порцию лака и одну порцию масла. Именно для этого случая, для вот такого суховатого письма, я не стал два масла класть. Чтобы вязкость появилась довольно скоро. И эта вязкость дала бы ощущение продолжения письма по сырому. Для того, чтобы все соответствовало этому ходу мысли. Я думаю, что в процессе мы заметим необходимость такой пропорции. Мы специально сделали эту пропорцию, чтобы появилась терпкость. Успеваем подумать над тем, где положить красочку. Какую положить красочку. И сколько. В принципе, мы кладем сейчас не очень много. Но вот эти вот места, крупный план, если можно, эти, конечно, нужно вполне затоптать новым слоем. Чтобы продресь холста, такая как неряшливая продресь, уже не сохранилась. Если в начале они нам нужны были, как вспомогающие ритмоделанию, то сейчас в них нет никакой нужды. Мы просто заполним это пространство веществом красочки. Но ритмично, с мазочками коротенькими и стайкообразными. Вязнет потихонечку за счет лака смазывательное вещество. И появляется терпкость письма, которая нас очень устраивает, чтобы вот некоторая суховатость укладки произошла. Коротенький штришочек. С ним нужно подружиться. Не борзяся. Спокойный штришочек. Ну вот как раз и опробуем цвет. Что оно такое красивое. А это... Они очень похожи между собой, поэтому... То есть вы можете владеть большим количеством краски, но начинать работу лучше со скупой палитры. И вот потом можно вот чистыми цветиками немножко обогатить... Обогатить картину. Дополнив. Красочка стала вполне вязкой. Вот прямо есть ощущение вязкости того вещества, которое мы подкладывали. И естественно от этого красочка ложится с суховатым мазочком. Смотрите, кисть у меня лежит к холсту. Лежит. И бьет как бы по макушкам фактуры, которая осталась от прежнего слоя. Появляется усложненное пятно. Богатое пятно. Возможно, Мане этого не делал в этой картине. Но делал это в других картинах. И мы с вами для того, чтобы скрыть те несовершенства письма. Ведь у него же, вы видите, насколько легкое письмо. Чтобы скрыть эти несовершенства нашего легкого письма, мы пройдемся вторым слоем. Посмотрите, как он обогащает 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 фактуру, усложняет ее. И коричневиночку разбеленную шляпки. И она становится как бы соломенной. может, я потом еще увижу, что я хочу в ней, в этой работе сказать. Но, чтобы не устраивать замедленность этой исполнения работы, на том и закончу. в этой работе Не знаю, зачем я это, и так там хорошо. Ну, вот смотрите, и приглашаю вас на следующие сеансы других работ по дописыванию, потому что, особенно в вашем случае, все-таки иногда первого сеанса не хватает, а вторым сеансом, видите, довольно просто можно доделывать, упаковывать работку. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok